В Минске состоялось открытие памятника святому благоверному князю Александру Невскому. Конную статую высотой 11 метров и массой около 4 тонн установили в сквере возле посольства Российской Федерации в Республике Беларусь. Подробности из белорусской столицы. Выдающееся событие – открытие памятника святому благоверному князю Александру Невскому состоялось в белорусской столице ровно в 760-ю годовщину блаженной кончины великого князя. Первый конный памятник в Минске был установлен в центре города, в сквере у пересечения улицы Нововиденской и Старовиденского тракта, возле посольства России и Дворца детей и молодежи. Идея появления в белорусской столице конной композиции возникла несколько лет назад и исходила от представителей религиозной общественности. Речь в первую очередь идет о настоятеле храма Александра Невского на военном кладбище в Минске отце Николая Коржище и его единомышленникам. Конечно, и священнослужители, и прихожане Александра Невского храма в городе Минске сердечно благодарны Господу Богу, нашему владыке митрополиту Вениамину, всем, кто поучаствовал в создании этого памятника, причем нужно отметить, что это первый конный памятник нашей столицы в городе Минске. Но важно было и то, чтобы каждый, кто увидит этот памятник, прикоснется к этой истории, знал о том, что святой благоверный князь Александр Невский не чужой белорусской земле, а очень близкий, потому что он был женат на полоцкой княжне Александре Бречеславовне, сражался вместе с Яковом Палачанином, потому что он отстаивал интересы святой православной церкви. Чин освящения памятника совершил патриарший экзар всей Беларуси митрополит Минский Изославский Вениамин. По периметру постамента отлиты три рельефа. Они посвящены событиям и жизни святого благоверного князя. Это благословение на брак с полоцкой княжной Александрой Бречеславовной в Витебске в 1239 году. Эпизод из Невской битвы 1240 года, где князь изображен рядом с дружинником Яковом Палачанином. А также сцена приема папских легатов, получивших отказ великого князя на предложение обратиться в католическую веру. Патриарший экзарх отметил, что открытие памятника благоверному князю свидетельствует о единстве и устремлении наших народов. Затем митрополит Вениамин засчитал приветственное слово святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла. Церковное прославление Александра Невского в лике святых, состоящееся в 1547 году, стало ответом на начавшееся задолго до этого широкое народное почитание князя. Не угасло оно и до ныне, о чем убедительно свидетельствует множество храмов на белорусской земле, освященных в честь Александра Невского, а также открытие памятника всему годнику Божьему в ограде Минске. Все это зримые символы единого духовного пространства России и Беларуси, нашей общей истории и богатых культурных традиций. Реализация проекта по созданию монумента, идею установки которого поддержал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, началась в прошлом году посольством России при поддержке белорусского экзархата и городских властей. По завершении церемонии открытия памятника благоверному князю Александру Невскому, патриарший экзарх отметил наградами Белорусской Православной Церкви тех, кто особо потрудился и внес свой вклад в создание монумента. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Минск, Беларусь.